Оценка ситуации Я иду по улице, меня кто-то фиксирует за плечо Придерживает, возможно пытается меня развернуть Или подтянуть к себе То есть, как мне в этой ситуации себя вести? Если я сразу начну агрессию, начну где-то атаковать, что-то в него вкладывать То могли убить какого-то дедушку Девочка какая-то хотела что-то спросить Поэтому, как происходит оценка при всем при том, что это может быть реальная угроза И развернув меня, человек может ударить Мои действия Я двигаюсь Идет фиксация Моя задача Плечо подать немножко к уху Сделать диагональный шаг Или пол шага в сторону Делать пол оборота Периферийным зрением Оценить ситуацию То есть, я уже защита дистанции произошла Я получил временной промежуток для оценки Его конструкции И что происходит Его намерения Вот При этом руки мои Плечо кверху Рука Осуществляет защиту здесь И я здесь уже защищенный И я имею пространство Входа уже на свои атаки То есть, если я оценил Положение как угрозу Я получил запас времени Запас пространства На то, чтобы отреагировать Тем или иным образом Рассказать, как пройти к привозу Или С человеком что-то сделать Раз Вот она И вот эта вот позиция Вот эта вот позиция Она мне не напрягает Этого человека Как Моя какая-то боевая реакция По сути своей Я демонстрирую Позу страха Ой, что здесь Понимаете Я испугался Когда голова идет вниз Сжимаются плечи Плечи прикрывают голову Это страх Меня испугал И вот видите Реакция И вот эта реакция страха Она его не напрягает Если я там Он уже получил сигналы, что я пытаюсь с ним какие-то действия провести, и он видит, а я раз в сторону, и это мои реакции, видите? То есть где-то я иду, раз, вот я, натяжечка, видите? То есть базирование его ноги происходит каким образом? Раз, получилось, могу его вокруг этой оси разворачивать, исходя из угла устойчивости, могу задавать вращение, наносить ему повреждения, убегать. Если я работаю на руку, она с меня не соскочила, маховое движение в область локтя, загоняю его вниз, загоняю вверх с разворотом. То есть вот это плечо рычага работает на меня. Халац, мах вниз, видите, что я весом ушел вниз. Теперь я повышаю себя, его оставляю внизу. Получил рычаг, могу бить. С помощью этого рычага могу его отправлять на землю, в том числе и раскручивать. Но, как показывает практика, вот эта оценка не всем сразу дается. Поехали. Еще такой момент, если я иду, а идет движение с другой руки, а я разворачиваюсь в эту же сторону. Как здесь себя вести? Набросаем просто некоторые варианты. Моя задача, опять же, посмотреть вот это вот событие. Рука выходит в позицию защиты щита. И моя задача не оттолкнуть от него и самому от него не отлететь. Моя задача остаться рядом с ним. И вот с этой позиции уже начинать с ним работать. То есть заходить на голову, делать запрокидывание головы, как примеры. Или скручивание головы. И вот это раз, вот он. И я вышел, допустим, вот в такое положение. Моя задача его опять продернуть и выйти на него с какими-то своими воздействиями. Стой, руки дай пока. Так, то есть раз, метр, защита, видите, что мне идет, защита. Моя задача не отлепиться здесь. Оставаться в контакте и вкручиваться, заходить с ним какие-то свои действия, свои какие-то движения. То есть раз, вот, не отбил его. Дистанция атака, его атака. Я оп, оценил позицию, посмотрел, куда мне заходить. Сохранил контакт, поменял с помощью этого контакта конструкцию. Оценил ее, произвел опрокидывание или удары какие-то. Ну, в общем, как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...